Как будут поступать в обществе будущего с любящими насильства, мы рассмотрим в середине ролика с третьей минуты. А теперь, что такое насилие в школе. Услышал в одной радиопередаче про такое понятие, как буллинг, про отношения в школе. Но раньше все было, конечно, учителя контролировали процесс. А сейчас мы видим, что в теленовостях бывают очень тяжелые случаи. И видите, вот как углу переводчик переводит. Запугивать. А если взять синонимы, какие есть к этому слову. Запугивающий. Издевательства и преследования. Издевательства над школой. Википедия вот так вот дает определение этого явления. Ну что тут надо, чтобы учителя хорошо работали. Раньше директора школ все держали под контролем. Кто жертвой травли становятся? Двоечники, круглые отличники, любимчики учителей, физически слабые дети. Дети, опекаемые родителями. Когда сильная забота, ябеды. Дети учителей, страдающие заболеваниями. Не имеющие современных электронных новинок. Тоже это имущественное разделение получается. Вундеркинды. Дети с нетривиальным. Отличающиеся от стандартного мировоззрения. Дети плохо обеспеченных родителей. Представители национальных меньшинств. Представители сексуальных меньшинств. Вот фильмы какие были. Так что тут действительно сейчас есть частные школы. Особенно такие, может, родноверческие, которые по-славянски воспитывают. И чтобы они как-то получали лицензии на образование. И воспитывали детей в равенстве и с хорошей физической подготовкой. Ну а в обществе будущего будет такой оптимальный подход, если ребенок не понимает, что нужно себя нормально вести. Будут спецшколы, будут его переводить туда. А если и там с него толку не будет, то, скорее всего, будут просто отправлять его на органы. Но если не получается ни с чего человека сделать, то зачем обществу будет такой индивидуум? Все просто. Вот как пишут, что буллинг это социальная болезнь, болезнь общества. И невозможно в школе организовать рай, если вне школы ад и бездравственность. Это о чем еще говорит, что те все люди, коррупционеры, крутые все, которые сделали состояние, они думают, что обокрав общество, они будут жить в каком-то другом мире. Все равно придется им столкнуться с этим миром и тут жить. Не им, так детям, внукам. И поэтому надо быть всем хорошими гражданами и воспитывать хорошо детей. И дети над учителем издеваются. Вот есть тут. И сейчас вот выкладывают сеть, как над учителями издеваются. И вот интересно, общественный антибуллинговый договор, когда в начале каждого года подписывают его ученик, учитель и родители. И хоть ученик не несет ответственности, потому что он ребенок, но оно его дисциплинирует. Ролевые игры. Так что статьи на эту тему достаточно появилось. Видать, явление это сейчас сильно распространенное стало. Так что вот так вот новое слово заставило прочитать материалы по этой теме. Спасибо за это. Привет. Вдоп tickets.